У Амички получился хороший старт к первому техническому перерыву. Наши волейболистки вели 8-2 и сумели держать преимущество в счете на протяжении первого сета. Амичка слаженно действовала как команда. Наши волейболистки достаточно надежно играли на приеме, нападающие забивали. Марина Бабешина успешно дирижировала атаками команды. Амичка дожала соперниц первой партии 25-21 и выиграла две последующие. По новым правилам, при сложившемся раскладе 3-0 в Омске и 1-3 в Одинцово, победителя должен был определить золотой сет. Была общая игра и подача хорошая, как-то все, не сказать, что прям было все на высоте, но была, видно, как командная, наверное, было меньше своих ошибок. В эйфории успеха как-то незаметно потерялся важный момент. Наставник Заречья Вадим Панков дал отдохнуть своим лидерам. У Амички ключевой игрок Марина Бабешина получила минимальную передышку. Это сказалось в решающий момент. В начале золотого света подмосковные волейболистки улучшили подачу и игру на блоки. В паре моментов им повезло, а Мичке нужно убыстрять атаку у Бабешина, игравшей после травмы силы на пределе. К техническому перерыву 2-8. Зоран Терзич выпустил вторую связующую Анастасию Корниенко. Наши волейболистки сумели организовать погоню. 9-12, ошибка на подаче и шансы на выход в полуфинал улетучились. 11-15. В решающих матчах чемпионата сыграет Заречья. «Золотой сет – большая глупость. Выкладываешься весь сезон, а потом все решает одна партия. Справедливее играть до двух побед. В то же время мы не имели права загонять себя в такое положение. В Одинцово нам не хватило энергии и храбрости. Дома мы играли лучше. Но этого оказалось недостаточно». «В итоге Амичка впервые за три сезона осталась без медалей. Единственным достижением команды стало второе место в Кубке России. По словам Терзича, такой результат не устроил руководство Амички». «Месяц назад руководство Амички договорилось с новым тренером. Наша работа за три последних года их не устроила. На команду этот фактор влиял, но сообщать все подробности я не имею права. Сезон еще не завершился». «По новому регламенту Амичке еще предстоят матчи за 5-8 места. Соперником нашего клуба в первом раунде будет «Протон». Матчи пройдут 16 и 20 апреля. Первая игра состоится на паркете команды из Саратовской области. Владимир Истомин, Артем Колесников, «Антенна-7».